Зима Песни в пуэре Есть у меня такая привычка Если песня не соответствует моему настроению Я не стану ее слушать Даже сейчас я могу потерять пару минут Сидя в машине и щелкая кнопками магнитолы В поисках песни сегодняшнего дня Тогда я настолько увлекся Что прошел мимо продуваемой ветром остановки На которой в вечерних сумерках Маленькой стайкой томились в ожидании автобуса студенты Когда в наушниках заиграла нужная песня Я опомнился, но возвращаться уже не стал Решил, что сяду на следующей До следующей остановки идти минут пять И это решение изменило все И вот стою я один на автобусной остановке Ветер раскачивает над головой Желтый шар подвесного фонаря Подходит автобус Но немой, я это понял сразу Даже несмотря на то, что номера не было видно Просто автобусы моего маршрута я знал Они были все новые Бело-зеленые Такие коробки аквариума Этот был какой-то старый И еще помят Вероятно помят Он был оранжевого цвета С круглыми фарами Автобус сипло вздохнуть тормозами Встал в остановке Табличка с маршрутом Говорила о том, что конечный У него железнодорожный вокзал Решив, что от вокзала до общежития Я дойду минут за десять пешком Я ждать автобус своего маршрута Который пришел бы через полчаса Не стал В общем, я взялся за облубленный поручень И зашел в переднюю дверь Салон был пуск В желтом свете флаконов Я разглядел только четыре фигуры Хвостовой части автобуса Я сел у окна впереди Двери с шипением закрылись И автобус плавно, словно пароход от причала Отошел от остановки С моего места мне были видны Только руки водителя Лежащие на баранке Около минуты, наслаждаясь теплом Я пребывал в какой-то полудрене Изредка поглядывая в окно Я думал о всякой ерунде Разглядывал свое отражение В застекленном окошке Которое отделяло кабину водителя от салона В отражении за моей спиной Было достаточно четко все видно Салон, темные фигуры пассажиров сзади И вот на миг мне показалось Что пассажиры за спиной Пристально смотрят на меня Но это меня не испугало А испугало меня то Что они вдруг стали ближе На целых два ряда селения Я даже не знаю, почему я так испугался Ну, пересели люди Ну да, все четверо Ну, может, вместе едут Правда, все в темном Ну, скорее, в сером Какие-то робы или комбинезоны Что меня могло в этом напугать? Я пытался понять это Продолжая смотреть на пассажиров в отражении И тут один из них вытянул вперед руку А остальные трое Медленно повернули к нему голову А затем Развернулись и уставились в мою сторону Их лица я мог И смог плохо различать Отражение отражало вместе со стеклом А вот оборачиваться мне совсем не хотелось Нет, там не было никаких монстров, инопланетян Клыков Бездонно-черных глаз Ничего этого не было А простые лица Какие-то серые С грубыми чертами Просто похожие на рабочих Таких, знаете, со старых плакатов И они смотрели на меня Все четверо Голдвигатель стал тише Автобус подъезжал к остановке У меня уже возникла идея Не пора ли мне валить отсюда От этих непонятных друзей Кто его знает, что у них там на уме В автобусе они меня скорее всего не тронут А с другой стороны В наше смутное время Всякое бывает Остановка проплыла за окном Я вынул из ушей наушники Но мы не остановились С другой стороны Кто говорил, что мы должны были На этой остановке остановиться Не ездил я никогда этим маршрутом Может быть, он на ней не останавливается В общем, я не боялся Не паниковал Все было как-то обыденно А вот потом я снова посмотрел на отражение салона Перед собой И даже втянул голову в плечи Все четверо стояли И даже не держались за поручни Просто стояли и смотрели на меня Их серые лица и серые глаза Я оглянулся Встал Я старался, чтобы это выглядело Как можно более естественно Оглянулся назад Как бы без интереса Просто так И сразу же встал Правым боком к ним А лицом к окну Схватившись за поручень над головой До передней двери был один шаг На следующей остановке я выйду Выйду и как-нибудь дойду пешком А потом постараюсь забыть Эту дурацкую историю Этот глупый страх И то, как поручень под рукой Стал влажным от пота И вот краем глаза я смотрел на них А они на меня Долго делать вид, что я этого не замечаю Было глупо Спросить, что им нужно Страшновато Осталось только ждать остановки И выходить Тут до меня дошло Я так и не заплатил За проезд Да и контролера в автобусе не было Вот вторая остановка осталась позади На ней мы тоже не остановились Может быть это вахтовый автобус Подумал я Поэтому здесь эти мужики С видцами кипичных работяг Поэтому не остановились Поэтому нет контролера И поэтому автобус такой старый Обшарпанный Он возит рабочих с предприятия На вокзал или по домам А я зашел в него Приняв за обычный автобус Вот они и смотрят на меня И рукой показывают Я сам себе не верю Они пошли уже не скрываясь Медленнее Угрожающе Как люди, которые Идут к рабочему месту Выполнить свою работу С таким выражением на лице С которым рабочий кладет кирпич А автомиками Закручивает гай Потом В теплой комнате общежития Я буду смеяться Над испуганным ребенком Который вдруг во мне открылся А сейчас я был верен Что они идут на меня Я посмотрел через плечо в кабину Теперь Когда я стоял Мне было видно Человека внутри Пожилой мужчина В темном свитере за рулем Иногда копаясь в коробочке С разными мелочами Больно натыкаешься На острый предмет Так и я наткнулся на взгляд В зеркале заднего вида Спокойный Даже немного насмешливый Он знал и видел Что происходит в салоне его автобуса А четверо мужчин Подходили еще ближе Мне не нужно было оборачиваться Я это и так знал В таких ситуациях Нужно говорить что-то Типа у вас проблемы В чем дело Но меня хватило Лишь на безвольное Вопросительное движение головой Типа а что такое Почему вы ко мне подошли Вам нужна помощь Или деньги Или жизнь Нет я конечно не слабак Мне не стыдно За свой страх тогда Стоило бы побывать В этом автобусе Увидеть эти лица Которые надвигаются на тебя Как колесо грузового автомобиля На пивную банку Ведь банка даже не проблема Не препятствие Ее просто раздавят мимохода И вот один из них Наклонился куда-то между сиденьями И достал большой черный Палителенный мешок Второй поднял лежащую Под сиденьем сумку Из коричневого кожезама В ней что-то металлическое Перезвергнуло И все так же спокойно Они двинулись ко мне Спокойные лица Размеренные движения Автобус резко затормозил Тут же раздался грохот Звон и звук сигнала Четверо мужчин Сразу оживились Как-то суетливо Вытягивая шеи Они смотрели за мою спину Открылись двери И они все вчетвером Пробежали мимо меня Вон из автобуса Словно меня бы здесь И не было вовсе Я слышал как их ботинки С глухим скрипом Стали удаляться Я наконец-то Отпустил поручень И увидел Что на руке у меня кровь Когда автобус во что-то врезался А так и было Этот звук ни с чем не спутать Моя рука поехала по поручню Из которого торчал Незакрученный ржавый винт Косая борозда через всю правую ладонь Но меня обхватило облегчение Подумаешь, авария Зато они на меня не идут Так молчаливо и страшно Я спустился со ступенек Посмотрел вперед Все было ясно Серый жигуленок Выскочил из переулка И как-то неудачно Что автобус даже скорость сбавить не успел Четверо из автобуса Суетились вокруг машины Один открыл капот зачем-то Трое остальных вытаскивали Из-за руля водителя И тут один из них Стал расстилать на снегу Тот самый черный полиэтиленовый пакет А другой с глухим злоном Рыться в коричневой сумке Я видел водителя жигулей Молодого парня Он вроде бы сильно не пострадал Его положили на землю И один из рабочих склонился над ним Со стороны это выглядело так Словно бы пассажиры автобуса Помогают пострадавшему в ДТП бедолаге Только вот парень из легковушки Все пытался вырваться от них встать Но двое из пассажиров Уже прижимали его к земле А третий доставал что-то продолговатое По металлически блестящее из сумки Четвертый резко обернулся и посмотрел на меня Я на него В тот же миг я услышал удар хруст И увидел как на голову водителя легковушки Стремительно опустился тот самый непонятный предмет Похоже чем-то на небольшую монтировку Только с крюком как у багра Брызнула кровь Один рабочий начал бить Второй держал руки жертвы Третий придавил его ноги к земле коленом Брызгив крови на алом снегу В свете одной единственной уцелевшей в аварии фары Левой фары автобуса Были как кляксы Я видел как конвульсивно дергались ноги и руки жертвы Потом он стир Он сразу стал похож на ворох крепья Кровь потекла Растапливая ледок и грязный снег на асфальте Хорошо что я не видел половину из картины Из-за их спины На четвертый Уже поднялся и шел ко мне Не торопясь Без эмоций на лице Вот тогда я побежал В таких случаях всегда пишут Я бежал как никогда в жизни Нет Никогда в жизни я так плохо не бегал Никогда еще в жизни У меня так бешено Не стучало сердце Не сбивалось дыхание Ноги не заплетались Но меня не стали преследовать Я обходил тот квартал Где случилась авария И стоял у меня в автобус По огромной духе Подшижитель И никому ничего не рассказывал Просто просидел пол ночи в туалете Держа сигарету в левой руке Рана на правой руке Уже не кровоточила Она болела Сидела Идя в милицию Рассказать друзьям Просто забыть это все Как страшный сон Как порет сумасшедшего Утром в субботу Меня разбил сосед по комнате Я спал в туалете Прижав галеную воду К рту Словно бы Сан Себя затыкали Через два дня По местному телевидению Прошел сюжет О странном происшествии Нашли разбитый жигуль Посреди улицы Бунзарь Но ни водителя Ни второго автомобиля С которым он столкнулся Ни свидетелей Не было Там же сообщалось Что за последний год Это уже четвертое Четвертое Пустое Разбитое Тон Найденное Последи Узких Второстепенных Улочек Спальных районов А еще через неделю Я уже знал Что в городе Орудуют Жестокие убийцы Их жертв Находили Кладочек Часто прямо на остановках Общественного транспорта Всегда Ногами к проезжей части Тела были Неимоверно жестоко Изуродованы И всегда В статьях Которые печатали Смит Значилось Жертва Предположительно Ждала Автобус На остановке Или Предположительно Тело было Выброшено На обочину Из автомобиля Тот автобус Я видел Еще дважды Вечером Возвращаясь С учебы Уже накануне Нового года Я увидел его Он обогнал меня А в освещенном Салоне Я увидел Силуэт Сидящей С книгой Женщины А позади Нее Еще Четыре Серые Фигуры Когда Автобус Проезжал Мимо Они Как раз Поднимались И медленно Шли По салону В ее сторону Последний Раз Он ехал Медленно А четверо Стояли В нем Глядя В окно На меня И не Держать Запорочки Тогда Я свернул В первый Попавшийся Двор Я не знаю Почему Мне дали Уйти Не знаю Кто Они Не знаю Зачем Они Это Делают Я Не стал Проверять Какой Это Мог Быть Автобус На маршрут Если Он Такой Был И И И Свою Конечную Остановку В В В В В Дорожном Багзале А Шрам На руке Остался Но К Нему Я Даже Как-то Привык С Тех Пор Я Стараюсь Не Ездить Общественным Транспортом Благо Теперь У М Есть Машина Но Примерно Раз В Год Я Вздрагиваю Увидев Разбитый Автомобиль В Обочине Кучу Мусора В Придорожной Канаве Или Силуэт Автобуса В Вечерних Сумерках Я Знаю Он Где-то Там Со Своими Четырьмя Пассажирами Продолжение следует...